всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале а всем огромная благодарность за ваши комментарии за ваши лайки за ваше взаимодействие с каналом за донат и мне очень очень приятно сегодня хочу сделать расклад вы выбираете да камешки 1 2 3 позиции тайм кода есть в описании вот расклад какой расклад хочу посмотреть каким будет наше лето очень надеюсь что одно не будет таким как месяц июнь да как я делала прошлый расклад как-то вот мне не очень понравилась энергия но в жизни все уместно да и хорошая и негативная все зависит от нашего восприятия вот но все же хочется что-то всегда знаете люди такой такие существа которые надеются всегда на самые лучшие ну или по крайней мере и я такой человек всегда надеюсь на что-то хорошее так ну давайте приступим это первая позиция голубенький камешек буду работать на колоде театр кукол посмотрим что ожидает летом начнем с общей энергии ну а там как получится не знаю все будет в потоке да каким будет лето лето такое знаете вы была карта который называется уборство и кто знаком с колоды театр кукол здесь значит вот я покажу не знаю насколько вам видно будет кукол значит толкает эту лошадь вперед вот деревянная лошадка она на колесиках только вот удивительный тот факт что направление она как будто бы не в будущее да если мы смотрим линейно по времени вправо а как-то влево но надеюсь что вот вы не будете смотреть как-то в прошлое вот но если все же да какая общая энергия а лето где-то упорство то у меня такое ощущение что все что вам нужно будет делать нужно будет как-то прикладывать вам усилия потому что ну вот как-то подталкивать само как будто бы ничего не будет происходить все нужно к чему-то либо ко всему нужно будет прикладывать руку для того чтобы как-то сдвинуть с мертвой точки чтобы все начало двигаться энергия на такая знаете мне такое ощущение что ее просто очень много и она как знаете снежный ком начинается с маленького какого-то до мячика шарика а потом превращается в огромный такой ком и вот вот сейчас такое ощущение что как будто бы вот поле который вас окружает либо ваша энергия она стала как огромный ком вот этот энергетический и она уже в силу объема и из-за этого приобретая некую такую массу легко с мертвой точки не сдвинешь это очень напоминает знать когда маленький ребенок маленький ребенок он очень подвижный взрослый человек он вот прям тяжелый на подъем и вот здесь вот там силу с опыта своего до каких-то вот жизненных обстоятельств в силу физической своей уже не совсем подвижности и гибкости вот здесь нечто аналогично я не говорю что вот вам трудно будет но вот знаете как то энергия такая вот как будто бы энергосберегательной то есть она мне того нужно да то есть прежде чем что-то сделать вы как будто бы стали другим человеком понимаете вы как будто бы лишних телодвижения уже не делаете ощущение того что для того чтобы что-то произошло надо прикладывать усилия а вот вам как будто бы это не очень хочется да вы как прикладывать усилия делать какие-то лишние телодвижения поэтому энергия знаете такое вот ощущение бывает когда не знаю где вы живете вот но я предполагаю что когда летом очень-очень жарко и тебе нужно причем это вот такой день прям солнечный да там около 40 градусов и а тебе нужно что-то сделать куда-то пойти да вот как-то и и это так тяжело то есть вот заставить себя преодолеть делать какие-то действия когда погода она вот не благоволит для каких-то передвижений да тем более вот под солнечными лучами и вот здесь вот нечто аналогичное какая еще энергия сказала да сила выпало то есть вам энергия будет мощная смотрите есть такой очень интересный момент энергетический то есть с одной стороны энергия будет много она будет такая знаете достаточно качественная но все будет зависеть от того как вы ей будете распоряжаться и вот это вот ощущение того что вы как будто бы они не совсем вам будет желаться как как знаете вот у меня вот такое чувство да что на меня обвалился какой-то груз да и вот очень тяжело как-то вот сдвинуться встать вот что-то упало такое тяжелое вот и как-то встать и поднять этот груз снять его себя будет сложно но здесь не груз обстоятельств это ваша энергия ее стало просто очень много и вот куда вы ее будете направлять то и будет получаться только ее нужно направлять дозировано то есть допустим если вы как-то взаимодействуете с человеком имейте ввиду что такое ощущение через какое-то время человек будет закрываться от вас потому что вас будет очень много и ваша энергия она как будто бы давит понимаете не потому что вы тяжелый человек а потому что энергии много и вот возникает вот это вот ощущение что вас много и вот это давит а люди не готовы поэтому дозировано направляете да то есть если допустим какие-то цели у вас будет буду да опять-таки знаете понемножку понемножку прикладывайте каких-то усилий потому что если все разом вы как будто вы можете задавить я не знаю что произошло откуда у вас вот такое огромное количество мне просто ощущается огромное ментальное поле вот именно ментальное и она такое знаете вот очень-очень большое и вы ощущение когда знаете вот люди с последней степенью ожирения да вот мы надо смотрим в соцсетях там 300 килограмм 400 вот они такие тучные вот они тяжело передвигаться вот здесь вот такое только не жир а именно ваша энергия и очень тяжело с ней передвигаться еще какая ваша энергия да и вот колесо фортуны до выпало выбор все будет зависеть от вас то есть смотрите здесь как будто бы вот эта вот энергия я говорю ее много все будет зависеть от того к чему вы ее будете прикладывать да если вы будете что-то действительно делать то вы будете получать успех но почему-то я не вижу активности да я не вижу что вот вы что-то будете делать я не знаю в чем причина но ощущение того то есть вы выбираете вам бездействовать либо действовать если действуете это будет успех а если бездействуете то просто ничего не будет происходить. И вот здесь, как будто бы, знаете, такой шанс, когда вам говорят, вот ты везучий, пойди купил лотерейный билет, и ты выиграешь. И как будто бы вам дают гарантию выигрыша. А вы даже не идете покупать этот билет, потому что понимаете, что как-то вот мне не очень-то и нужно. Вот что-то здесь аналогичное будет происходить летом. Интересная энергия такая летом. Все же у меня такое ощущение, что, может быть, погода как-то вот, ну, из-за того, что солнце как-то вот будет все-таки влиять. Хорошо, это общая энергия. Давайте теперь посмотрим, наверное, по сферам жизни, как будут обстоять у вас дела. Или нет. Сначала посмотрим, что хорошего у вас будет летом, да, вот, что позитивного будет. Так, ага, отрешенности и будущее у нас скрыто. Хорошо, скрыто-скрыто. Не показывает нам, что хорошего будет, но у меня вот такое ощущение, что отрешенности не будет, да, то есть вот отшельничества летом не будет. Может вам будет желаться как-то, у меня не оставляет это чувство малоподвижности. И из-за этого может казаться, да, что вы как-то вот опять уходите в отшельника, но это только ощущение, потому что здесь нету, знаете, может быть, что-то произойдет такое, хочется сказать, на что у вас откроются глаза. И вот ваше восприятие жизни, оно как-то изменится. И это вот будет связано как раз-таки вот с этой неподвижностью. Вы как будто бы поймете какую-то, я не знаю, мистическую фишку, что ли, какой-то закон Вселенной, как это устроено. И вы перестанете как-то, вот знаете, суетиться, мысленно двигаться. Вот с чем связано вот это вот отшельничество? Вы выстроите двойкой эмоций, да, здесь выпал обмен. Вы выстроите как раз-таки правильный обмен. То есть здесь, знаете как, вот что хотите, например, да, вам нужно будет, ровно в той степени, да, вы и будете готовы получать. То есть здесь как будто бы наладится вот обмен между давать и получать. Раньше, возможно, вы отдавали, отдавали, поэтому были легкие. Потом в какой-то период, возможно, вы не хотели ни с кем делиться, это было вот, например, наоборот, другая противоположность, много энергии, тяжесть. А здесь вот как будто бы вы поймете, что нужно. Здесь у меня показывают, знаете, как некое такое волшебство, магическое что-то, да. То есть я понимаю, ну, например, как закон протяжения, как протянуть свою жизнь то, что я хочу. И я понимаю, что раньше я делала какие-то лишние телодвижения, а сейчас мне их делать не надо. Мне достаточно только сделать раз, два, три, да, у каждого это раз, два, три будет свое, вы это поймете. Вот. И я буду получать. И вот отсюда вот этот вот, ну, эконом-режим какой-то, но не в плане потому, что вы жадничаете энергией, а потому что вы как будто бы поймете, как все устроено, и вот она как по маслу будет идти, вот это ваше взаимодействие с миром, но достаточно позитивно. Так. Давайте теперь посмотрим, что вам нужно опасаться, на что нужно обращать внимание. не терять равновесие, потому что, знаете, вот и выпала карта скуйки, говорящая о том, что опасайтесь дисбаланса. Вот у меня ощущение того, что все лето как будто бы вас будет обучать именно нахождению в равновесии и в балансе. Потому что вот понимание закона, да, и какая-то, понимание закона взаимодействия, да, закон протяжения, так назовем, он будет вам в какой-то степени даваться легко, и это вот иногда как раз-таки может вызывать у вас вот эту вот некую пассивность, да. Как скучно, как будто бы вот я все познал, и мне скучно, мне уже, ну, не хочется чего-то нового, и это будет перекос. И перекос как раз-таки тогда, когда будет очень много энергии, вы ее нигде не будете растрачивать. То есть вот здесь будьте внимательны, да, и не скатывайтесь в минус, в низкие какие-то энергии. Что может приводить вас к низким энергиям? Отсутствие, знаете, вот какого-то веселья, игривости, отсутствие интереса. Давайте так скажу, да, потому что вот я не знаю, что будет такое летом, что у вас за энергия такая, когда вы, вот я чувствую, знаете, нерасторопный человек, неподвижный, и вот в этом нету легкости, нету какой-то игривости, вот вы тяжелый, не потому что опять-таки что-то здесь негативное происходит, нет, а вот вы стали каким-то другим человеком. И отсутствие вот этой вот игривости, какая-то неподвижность, она может иногда как раз-таки вас скатывать в тот момент, когда, ну, все скучно, уже неинтересно, ничего не хочу, да, выпала карта интереса. Вот, все время включайте себя во что-то такое, знаете, интересное, во что-то позитивное. То есть имейте в виду, негатив будет тогда, когда идет перекос в плане бездействия, да, здесь может ленность тоже как негатив проходить. То есть не лень, я ничего не хочу делать. Вот вам все время придется себя вытаскивать из этого состояния. Хорошо, какие сценарии, на какие сценарии вам нужно будет обращать внимание, да, либо какие сценарии вы будете прорабатывать летом, с чем они будут связаны. Стресс. Стресс, тревожность, знаете, вот переживания. Опять-таки, смотрите, когда есть стресс, когда нету понимания того, как я могу получить то, что я хочу, да, то есть когда есть некое ожидание от каких-то вещей, и мы их не получаем, то есть когда наше внутреннее состояние, оно не соответствует реальности, да, то есть у нас есть одно восприятие, а реальность, она немножко другая. И когда вот эта вот несостыковка происходит внутреннего состояния и внешнего состояния, мы начинаем стрессовать, потому что мы хотим все время получать какие-то гарантии в жизни, что все будет вот так, как я хочу. И когда этого не происходит, мы начинаем стрессовать, мы начинаем переживать, мы начинаем тревожиться, да, что вот я не достигаю своей цели. А летом как раз таки вот эта вот позиция вся такой, пассивности в кавычках, она вам будет говорить, что вам нужно, знаете, как будто бы двигаться вперед и действовать только тогда, когда есть внутри какой-то отклик на какие-то внешние происходящие действия. То есть вы продолжаете делать то, что вы делаете, там работаете, да, но при этом, допустим, если вас не попросят остаться сверхурочно, вы сами, допустим, как не предлагаете, либо если вас попросят, вы внутри смотрите, какая реакция. То есть если вы готовы, вы хотите сделать в позитиве, вы соглашаетесь, если нет, то отказываетесь, но ваша реакция, она будет как отклик на то, что происходит вовне. И вот сценарий, который вы будете прорабатывать стресс, он связан с тем, что вот ничего не происходит, вот, ну, ничего не происходит, и вы начинаете тревожиться. Почему? Потому что ничего не происходит, может быть, знаете, вот это вот некая такая пассивность, то есть вас учит жить сейчас от отклика, от реакции на происходящее, не инициировать ее, а реагировать вследствие какой-то вот обратной связи, да, когда сначала что-то произошло, а потом вы реагируете, а вы привыкли наоборот, вы привыкли быть инициатором. И поэтому вот летом будет как раз-таки вот этот вот новый сценарий, то есть не нужно совершать лишних телеводовижений, нужно просто наслаждаться жизнью. Если что-то происходит, тогда вы реагируете. А здесь у вас получается так, что вы не сможете инициировать ничего, а вы просто будете в пассивности. Это вот будет вас очень сильно тревожить, это будет у вас очень сильно переживать. За что, спрашиваешь, что, с чем вы, за что вы будете переживать? Вот сценарий, да, он, стресса, он будет связан с приумножением материи. То есть это может быть как физически, да, как я сказала, так кто-то может быть вес набрать, вот, как психосоматика, да, срабатывающая, это один вариант. Другой вариант, что я хочу больше денег, да, и я понимаю, что мне для этого нужно работать, значит, а работа равно большее совершение каких-то действий, а я эти действия не совершаю, значит, я понимаю, что я не работаю и как следствие у меня нет денег. То есть вот какая-то такая примерно логическая цепочка будет у вас. То есть нет денег, значит, я не работаю. Нет денег, значит, я сижу, значит, я пассивный. То есть вот, а вам наоборот, нужно научиться быть в пассивности, чтобы ощущать, воспринимать, где ваши деньги, не инициировать их, а идти, как, знаете, вот как собака на запах. Как в мультиках показывают, да, какая-то сосиска, от нее, значит, идет запах, и вот этот шарик идет на этот запах, да, то есть след поймал. Чтобы след поймать, надо быть в нужном, необходимом состоянии, в некой такой пассивности. То есть когда вы в спешке, вы не сможете уловить этот запах, условно говоря. То есть вот здесь. И вот эта вот пассивность, она вас будет, ну, раздражать, да, почему? Потому что мы хотим денег, мы хотим какого-то приумножения. Вот. И здесь как раз-таки выпал аркан притяжения. То есть здесь сценарий вас будет обучать непосредственно законам притяжения. Как получить то, что я хочу, но уже с точки зрения духовности, а не с точки зрения я хочу, я беру, иду и беру это. Нет. Вам не надо куда-то идти. Вам нужно научиться притягивать этого. То есть у вас для того тяжелое стало ментальное поле, ваша энергия, очень мощная, такая, знаете, как воронка, затягивающая, аура, притягивающая к себе необходимые вещи, которые вам нужны. А вы по-прежнему мыслите, да, что вот у меня мало этой энергии, мало этого поля, и я куда-то должен пойти для того, чтобы притянуться к тому, что я хочу. А здесь получается, образно говоря, вы становитесь этой черной дырой, которая засасывает то, что ей необходимо. Для этого нужно быть только в пассивности. Пассивности я не имею в виду, я лежу и ничего не делаю. А пассивность я имею, я не совершаю те действия, лишние телодвижения, которые не приведут ни к чему. То есть не нужно совершать образ буйной деятельности, да, что вот я что-то делаю. А нужно целенаправленно притягивать то, что я хочу. То есть вот закон притяжения летом вы будете его изучать. Не спрашивайте меня, что и как. Это вот ваш урок, ваш сценарий. Летом вы его будете изучать. Хорошо, давайте посмотрим, что у вас будет летом с финансами. Ну, коль про материю мы стали говорить, что у вас будет с финансами. Игра ума, да, здесь с чем и связана эта игра. Так, бумеранг, да, здесь у меня такое ощущение, что посеяли, что делали по деньгам будет, то и будете получать. Только здесь вот такое ощущение, что как будто бы вы хотите обхитрить как-то вселенную, обхитрить как-то мир, получить, допустим, большее от того, что вы сели. То есть у вас будет желание получать что-то большее, но вы не так много-то и сделали, хочется сказать, по финансам. Здесь как будто бы, знаете, летом вы будете думать, как какие-то, знаете, интересные ходы, выходы искать по финансам, как получить больше того, что вы имеете на данный момент. Возможно, кто-то подумает, что мне нужно чему-то научиться, получить какие-то дополнительные знания для того, чтобы использовать их и получать больше денег. Кто-то, возможно, увидит какой-то интерес в партнерстве. То есть вот если я буду с кем-то партнериться, возможно, это поможет приумножить мои финансы. Партнерство это может быть даже и в личной жизни, то есть вместе начинаем с кем-то жить и делим расходы, условно говоря, пополам. То есть я экономлю какую-то свою часть, потому что за нее платит партнер. То есть вот здесь вы будете искать, то есть все лето будете включать как-то свои мозги для того, чтобы свой ум, для того, чтобы найти выход. Причем здесь выход непростой. Здесь не про то, что мне нужны деньги, значит мне нужна работа, либо подработка, либо еще что-то. и я открываю объявление, ищу работу. Нет, здесь не про это, здесь не так просто. Здесь все будет хитро в плане того, что надо придумать. Здесь надо придумать какая-то оригинальная должна быть идея, чтобы решить свой финансовый вопрос. Я не знаю, например, у кого-то много долгов, и он думает, вот надо мне взять, например, в банке деньги, таким образом я все долги отдам, а потом буду выплачивать в банк. Только надо это придумать таким образом, чтобы мне было не накладно. Вот какие-то, знаете, игры ума. То есть вам простой способ не надо. Вы не тот человек, который просто идет, работает, либо просто получает пенсию. Нет, здесь надо как-то вот хитро сплетенно, хитро сделано. То есть, понимаете, вам не просто деньги нужны будет, а вам нужно будет, чтобы вас как-то вот сам процесс, вот вы в него включили, чтобы он вас наполнял эмоционально. То есть, даже здесь не сам поиск финансов, как их приумножить, а это какая-то такая, знаете, вот действительно игра. Это должно быть легко, это должно быть интересно, и в конечном итоге вы должны, знаете, хочется сказать это, выразиться, Эврика, я нашел, да, то есть, кто молодец, я молодец, как я все это провернул, как я все это сделаю, у меня все получилось, вот что-то такое должно быть, это не простой путь, пошел по работе, получил деньги, нет, здесь как-то по-другому, потому что мы говорим о достаточно большой сумме денег, либо здесь мы будем искать как-то вот новый способ, это не старый, это до, вот по-старому уже не получится, здесь надо какой-то новый способ заработка денег, что у вас, будут ли у вас финансы вообще, будет ли вам хватать, ну смотрите, вы сможете управлять, я не могу сказать, что здесь что-то новое будет, да, какие-то источники, ощущение того, что будет как будто бы несколько источников, и вы ими хорошо управляете, манипулируете, либо, знаете, как это, отсюда взял, туда положил, отсюда взял, туда положил, вот, и вроде бы все хорошо, то есть вам вот эти вот манипуляции взаимодействия, они вам как-то нужны, может быть несколько источников будет, может быть несколько разных способов будет, но вот здесь вот финансами вы будете управлять, я все-таки склоняюсь к тому, что деньги у вас будут, я не могу сказать это много или мало, но они у вас будут, по крайней мере, я не вижу, чтобы вынуждались, вот так давайте скажу, потому что, опять-таки, много-мало, это субъективно, что у вас будет в сфере коммуникации, общения вообще с людьми, взаимодействия, но здесь все хорошо, смотрите, здесь выпадает великий аркан мира, единение, здесь общение, да, где-то может быть поездки, переезды, встречи, какие-то путешествия, либо общение через интернет, здесь, здесь все хорошо, причем не просто общение, а то, что помогает вам узнать может быть, вы захотите узнать как-то другую культуру, что-то новое изучить, как-то вот общение, может быть, с людьми, которые достаточно далеко живут, да, другого мировоззрения, других взглядов, то есть коммуникации, у вас здесь все будет хорошо, что у вас будет по профессиональной сфере, здесь прям какая-то одержимость, чем вы будете одержимы, так, открытость, надежда, на что вы будете надеяться, на движение, знаете, у меня такое чувство, что вы как будто бы будете желать как-то двигаться, двигаться вперед, и причем, знаете, с надеждой на что-то лучшее, почему здесь будет одержимость, у меня чувство, что вы будете одержимым именно самим движением, то есть не важно, куда я иду, важно ощущать, что есть какое-то продвижение, что есть какой-то прогресс, то есть вам прям, знаете, вот то, что вы делаете, не столь важно будет получать удовольствие, сколько вам будет важно получать вот это вот ощущение того что есть какая какое-то движение я говорю о жилетом наоборот отсутствие движения общая энергия и вот из-за этого вас будет казаться что ничего не происходит и вот вы прям будете насильно как будто бы продвигать насильно будете желать что-то что-то делать да как то вот что-то новое познавать вы будете себе говорить что вот я же открыт к новым каким-то возможностям к новым шансам почему они не приходят то есть иногда а вы будете сами себя загонять в профессиональной сфере почему вам так это важно знаете какое-то вот пробуждение будет ощущение того что вот время пришло время пришло надо двигаться да вот как-то вы включитесь не знаю так интересно общая энергия такая пассивная достаточно а вот именно профессиональная сфера вот я хочу да я готов все я готов я открыт значит что-то уже должно произойти но она так не работает на самом деле вот хорошо здесь на что вам нужно обратить профессиональной сфере на свои результаты на то что вы уже имеете и к чему вы хотите прийти приумножать то что уже есть вот то что работает то что хорошо у вас получается вот это нужно приумножать делать не идти в какое-то там новое что-то до пробовать изучать потому что у вас есть открытость а пробовать то что уже хорошо получается его можно как-то обновлять до его можно усиливать его можно раскручивать не обстоит не другое что то ну допустим вот я занимаюсь 2 до нити там я не знаю вторую нумерологию например да что нечто аналогичное как ответвление а наоборот как-то я не знаю изучать новые колоды изучать какую-то новую систему но при этом это все будет 2 понимаете да как вот некое такое разветвление то что получается хорошо смотрим отношения до сфера отношений что здесь будет ну в принципе все как есть все как есть на данный момент как было так она и будет некая такая цикличность повторность ничего такого хотела сказать ничего такого не изменится да ну выпадает глупец мудрец шут здесь будет какое-то обновление что за обновление разрушение разрушение чего-то старого и появление нового смотрите у нас выпадает мак и у нас выпадает не мог а ту спиндакли и шут какой-то новый очень интересный шаг на шаг в том что уже имеется что это за новое разрушение старого и нового знаете укрепление вот очень интересная вещь у кого если есть отношения но вы еще не живете вместе да вот как будто бы не искать корни дадут вот я не знаю то ли вы перейдете более серьезным отношениям на может быть вместе будете проживать ощущение того что как-то вот вместе вы дадите сажаете дерево да вот что-то такое долгосрочно это будет такое ценное важное для вас то есть отношение как-то укрепляться укореняться и укрепляться возможно вы будете вместе жить а если вы уже живете может перейти ну вот к браку чему-то такому официальному если вы уже в семье то здесь как будто бы знаете вот по-новому начинаете уважать как-то ценности до друг друга больше как-то я не знаю как то вот душевность появляется появляется какие-то еди а как она называется объединенные какие-то еди и единение хотела сказать совместные какие-то цели то есть больше как-то вот время столь и проводите как-то вот интересно здесь совместность есть какая-то не просто парность а вот именно что-то вас объединяет до что-то такое единое укрепляться отношения если вы одни и находитесь в поиске то здесь что то здесь вы как будто бы найдете какое-то решение до этого вопроса ну например как встретить человека либо что мне делать но смотрите у меня здесь карты парные выпадают скорее всего я предполагаю что все-таки у вас здесь будет встреча конечно же за всех я говорить не могу но здесь как будто бы вы найдете какое-то решение решение не в плане того как познакомиться а решение в плане того что мне нужно сделать чтобы у меня были отношения вы как будто бы ну поймете для себя да например а нужны ли мне отношения какие мне отношения что мне делать до для того чтобы они у меня были здесь не про то что вы с кем-то познакомиться а здесь к вам придет понимание то есть вы сначала внутри себя это создаете и потом помним до закон притяжения мы здесь проходим вы это притянется но первично внутри вас появится вот это вот понимание да вот это решение что я готова либо готов я уже хочу и я понимаю как как мне это сделать как мне это получить что мне нужно может быть в себе что-то изменить да какие-то другие действия делать 10 как-то так ну здорово то мне очень нравится для тех у кого есть отношения что знаете как-то вот укрепляться не знаю какое-то вот чувство такое очень приятное это не легкость это не про поверхностные какие-то отношения да там ради секса а здесь когда есть что-то что людей объединяет какая-то общая цель какой-то какая-то общая ценность общий смысл и вы знаете вот вместе что-то знаете когда надо например построить дом и вместе да то есть мужчина строит женщина ему помогает и вот вот это вот совместное но как-то вот укрепляет отношения вот здесь что-то такое вот будет причем укрепляет не просто дерево а дерево знаете как яблоня вот но как саженцы но они не маленькие а вот такое уже достаточно большое что где-то через год через два уже будет давать яблоки где-то вот почему-то такая такое ощущение что у вас будет с со здоровьем летом ну здесь карта заботливости до не мешало бы немножечко позаботиться о своем здоровье так зарождение может быть кто ждет ребенка у меня такое ощущение что здесь до радость что здесь кто хотела ребенка мне кажется здесь все таки вы сможете забеременеть для кого это важно вот а так в принципе здесь вам я не вижу что были какие-то проблемы единственное что мне идет все таки про увеличение веса как-то знаете вот когда мы хотим ну вот имеем какой-то вес что ли статус в жизни и нам это надо как-то подкрепить мы бессознательно подкрепляем весом дополнение до что вот нас много да я значимый человек меня много стало здесь мне почему-то кажется что у кого-то вес прибавится вот я уже про это говорила на всякий случай а с другой стороны знаете вы здесь вот это вот ощущение какое-то удовлетворение радости она тоже как-то расслабляет и вот когда человек расслаблен он тяжелый когда он сжатый да он намного легче это ну например когда человек падает без сознания его очень тяжело поднять потому что он расслабляется и он становится вот прям тяжелым не подъел мне подъемны а вот здесь вот как будто бы вот это вот зарождение чего-то нового да вот какой-то радости у меня такое ощущение что вот у вас этой радости будет очень много и вот опять-таки какая-то грозность почему-то мне идет винограда как как грозди винограда вот ну на всякий случай у кого там есть всякие эти как называется короче гинекологические проверьте хочется сказать полицисцит или как-то я не знаю как это правильно по-русски вот как гроздь винограда вот что-то мне на что может напоминать какое-то вот образование может быть да как гроздь виноград на всякий случай проверьте здесь нету ничего такого опасного и вот по-женски а так в принципе хорошо я не вижу что были какие-то проблемы нет 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 побольше и побольше радости побольше легкой энергии вот принципе со здоровьем все хорошо так вот такая у меня была первая позиция честно сколько там она по времени мне понравилось в этот раз мне первая позиция понравилась потому что июнь месяц что первая вторая позиция там была мне не очень нравилось но зато нравилось по третьей позиции июнь хорошая будет для троечек позиция номер два двоечки смотрим вас какая у вас будет общая энергия лето так король пендаклей семерка жезлов и шут король пендаклей ну знаете король пендаклей всегда у нас говорит про стабильность про уют про комфорт про что-то такое знаете стабильное приятное немножечко жидноватая и немножко нет здесь нету тяжести я сначала подумала может быть что такое тяжелое нет а а сейчас король пендаклей мне почему-то идет энергия немножко холодной я не знаю с чем это связано хотя в принципе это лето а может быть вот знаете как земля бывает холодная даже не летом причем черноземья не знаю почему черноземью мне просто показывает черную такую землю вот она холодная когда босиком стоишь вот она холодная поэтому здесь энергия она такая знаете очень такая плодовитая имейте ввиду то что вы будете сажать летом какие семена будете сажать одно схватиться и даст вот прям хорошие хорошие ростки неважно в какой сфере это то что вы будете сажать вот она будет очень такое очень плодовитая очень хорошая потому что земля она здесь такая с одной стороны мягкая с другой стороны какая-то вот насыщенная до насыщенные минералами мне идет насыщенная какая-то узнаете удобрением то есть готовая например даже жаждет что-то принять в себя даже эмоции и чтобы из этого что-то выросло вот я сказала эмоции здесь вы как будто бы будете готовы для кого важно лично аспект личной жизни любви здесь вы готовы да здесь готовы к отношениям готовы причем к отношениям не там где там страдать мучиться все такое нет а вот когда вместе сообща что-то создаете да выстраиваете хорошие такие плодовитые за делом на будущее отношения с другой стороны здесь энергия такая когда вы будете знаете отстаивать свои позиции отстаивать свою точку зрения вот как будто бы вы накопили какой-то опыт и вы уже не тот флюгер по которого я говорила ранее до двойкам куда ветер подует туда вы смотрите нет здесь уже человек который уже больше понимает себя больше уже как-то знаете вот расслабленно и осознает что он хочет как он хочет но уже какой-то степени может где-то сказать кому-то нет раньше вам это было не свойственно здесь вы уже можете говорить вы можете оставить какие-то свои позиции вот я вот так хочу значит так она и будет да но вы делаете это не жестко вы это делаете достаточно мягко но вода камень точат вот в такой позиции то есть убираете уже из своего пространства людей которые вам не нужны либо ситуации которые вам не нужны энергия обновленная шут нам в этом подтверждает обновленная но при этом она такая знаете вот плодородная она хорошая она изобильная энергия когда человек я вам даже как пример странно вот мне приходит в голову какой-то пример как же чтобы здесь могло быть ну причем показывают когда почва вот только когда почва готова знаете когда цветок начинаешь пересаживать открываешь лунку да куда будешь сажать цветок и после того как посадили все время лечкой да ну либо с бутылкой поливаешь водой вот видишь как земля она впитывает себя вот эту воду у вас какая-то такая энергия будет она не тяжелая это не грязь это не не слякоть какая-то а вот именно сухая такая земля но увлажненная она не мокрая она увлажненная вот здесь вот эта вот энергия она такая земная вы не будете парить в небесах вы не будете где-то там а мечтать фантазировать но с другой стороны я не могу сказать что вот вы прям будете в быту погрязли и все скучно и все тяжело нет здесь хорошо здесь вот я прям чувствую удовольствие да знаете вот многие могут гордон конец таки когда-то давно я я ждал ждала вот такого состояния то есть здесь лето которое будет вас удовлетворять да вот вы будете удовлетворены от самих себя нет ситуации которая будет происходить вокруг а самих себя что вот наконец таки я уже где-то могу дать отпор где-то я могу уже сказать то что я хочу где-то могу предложить какую-то свою идею и люди ее поддержат да то есть вот понравится она чувство свободы какое-то вот облегчение да может быть за долгие годы вы почувствуете это состояние облегчения хорошо что хорошего что хорошего вам принесет лето смерти аркан мира и двойка педакли ну смотрите что хорошее хорошее завершение завершение всегда хороший даже если завершается что-то позитивное вашей жизни все равно это хорошо потому что идет обновление энергии наконец-таки да хорошее то что прошлое останется позади что в этом прошлом останется позади аркан силы какие-то ваши страхи может быть разбитое сердце вот самые главные страхи переживания волнения слезы и вот горечь это все останьте же говорю вот эта энергия обновления это все останется позади да и аркан мира у нас тоже подтверждает что идет завершение причем завершение какого-то этапа и принятия этого опыта то есть аркан мира нам всегда говорит если 20 предыдущий говори что этап большой завершенный поставлена точка произошло обновление то аркан мира нам говорит о том что я принимаю этот опыт наконец-таки есть принятие потому что есть единение единение двух сил и у нас сразу выпадает двойка педакли да как раз таки в две противоположные вот эти вот силой мужские и женские а в аркане мира на слияние этих двух сил идет что хорошего до принятия вашего опыта знаете вот какое-то успокоение единение как раз таки с природой единение с миром то есть я как будто бы не то чтобы свыкся а я я принимаю ту позицию когда мне уже не нужно с кем-то бороться да то есть у вас уже нету желания чему-то сопротивляться здесь чувство что вы повзрослели да вот люди когда иногда взрослеют они реагируют намного проще на какую-то ситуацию потому что они понимают что ну бессмысленно с кем-то бороться то что должно быть она будет и вот это вот дает какое-то внутреннее успокоение а даже не успокоение а умиротворение то есть такая знаете такое фоновое удовольствие удовольствие то есть нехорошо и вот здесь вот про это вы как будто бы войдете вот в этот вот баланс по двойке пендакли когда ранее вы были как-то неуверенно а вот здесь вот по двойке пендакли вы как будто вы сможете уравновесить что-то внутри себя как-то угомонить хочется сказать успокоить две такие вот беспокойные части вас что что негативного может быть да что негативного ну проблемы какие-то кризисы сложности опять-таки с финансами могут быть дал кого-то там с здоровьем пятерка педагли это карта нищеты указывающая я неоднократно говорю на некий внутренний недостаток ощущение недостатка не в плане комплекса либо какого-то вот физического недостатка а ощущение что мне чего-то не достает мне чего-то не хватает вот как будто вы знаете не полный пазл и вот не будет вот такое периодически всплывать что мне чего-то не хватает что он будет не хватать здесь у кого-то может быть дети уедут я потому что прямом смысле мне говорит о том что здесь детей будет как-то не хватать данном уж пионерский лагерь куда-то поеду да может куда-то отпуск и к это утащение а может быть внутренней какой-то вот детскости все-таки будет не хватать беззаботности давайте так скажу когда я могла себя повести либо смог себя повести как-то вот легкомысленно да по-детски не думая о каких-то последствиях вот здесь смотрите аркан смерти аркан говорит про завершение аркан мира говорит про завершение аркан суда о котором я говорила ранее солнце начало чего-то нового арка шутанова здесь вот летом у вас будет период завершения чего-то одного либо завершение какого-то этапа возможно завершение какой-то каких-то трудностей сложностей кризисов каких-то да ну например когда был недостаток денег не может быть платили ипотеку и вот наконец-таки выплатили и вздохнули облегченный скале наконец-таки аллилуйя либо завершение там я не знаю дети закончили школа наконец-таки да то есть вот такой этап и я как-то могу вздохнуть уже легче то есть уже более взрослые и как-то вот самому как-то легко может быть вы что-то делали да то есть вот здесь завершение какого-то этапа и мы смотрим на что нужно обратить внимание на то что у вас есть будет вот это вот ощущение что что-то завершилась и мне этого будет не хватать возможно вы как-то вот будете все-таки аркан смерти у нас ранее говорил о хорошем позитивном ключе что прошлое прошло не у здесь вот возможно вот это вот понимание что произошло какое-то очищение произошло какое-то обновление вот и мне чего-то не хватает и старый в моей жизни и где-то может быть будете в каких-то моментах цепляться то есть будете мыслить как-то еще по старому здесь вот вот это делать не нужно да здесь моменты именно ваши и ваши черты характера как-то будут изменяться вот то есть вот знаете какие-то переживания самообичевание они уже уходит то есть те уроки которые вы проходили негативные они они как будто бы уходят да вот вы я не могу сказать что вы прошли этот урок или не прошли но здесь как будто бы идет какое-то завершение и вы все же иногда будете держаться да вот каком-то ну то есть сценарий ушел урок мы его проработали а мысли об этом вот как будто бы остаются вот на это нужно обратить внимание то есть отпускайте все какие сценарии вы будете прорабатывать непосредственно связанные с перениме с переменами и принятием решения причем принятие решения возможно связанные как-то с работой до с профессиональной вашей деятельностью что здесь за сценарию ты говорила да вы как-то повзрослели ответственность появилась здесь сценарий как раз таки про то что как-то вот о последствиях до вашего решения как-то с этим будет связано есть так интересно увидела впервые так посмотрела на карту королевы мечей она оказывается здесь в левой руке держит отрезанную мужскую голову вот и я только что то есть за волосы и я только заметила вот так иногда работаешь с картами да и глаз падает кому-то голову отрезали на то есть здесь вот скорее сценарий будет связан с принятием решения действительно может быть кому-то отрезать голову на за какие-то его поступки но вот мне все-таки кажется чем здесь сервицер педакли говорит о выборе да здесь вот ваш сценарий будет связан с принятием решения и умением делать совершать выбор на долгосрочную основу то есть летом вы будете учиться этому ну по крайней мере будет очень ярко проигрываться этот сценарий хорошо давайте теперь посмотрим что вас ожидает финансовой сфере девятку кубков удовольствие умеренность и двойка мечей знаете хочется сказать без каких-либо особых изменений финансовой сфере до больше будете акцент делать на то чтобы получать как-то эти деньги и получать от них удовольствие то есть как бы их потратить на себя как-то на свои какие-то нужды потребности до двойка мечей о чем она говорит хочу уточнить то есть вы будете делать как-то знаете планировать до задумаетесь а я говорю как-то вот долгосрочную перспективу что-то здесь будет у вас из работы на финансы по крайней мере как как я могу зарабатывать деньги с удовольствием но не разово а вот как-то вот то чтобы она была постоянно да вот как-то шаг за шагом размере на чтобы меня это не напрягало то есть вы как-то задумайте будете думать об этом планы какие-то строить может быть что-то нужно будет как-то изучить почитать то есть вы будете задумываться над этим вам не просто нужно получать деньги а вам нужно получать деньги с удовольствием возможно это тоже будет для вас какой-то новый опыт хорошо что будет происходить профессиональной сфере знаете четверка жезлов и королева пендакли такие достаточно позитивные карты да я хотела бы сказать что вот все будет хорошо и вдруг неожиданно выпадает семерка мечей да какая-то хитрость стабильно вроде бы будет до профессиональной сферы я могу сказать что даже деньги будут либо по крайней мере у вас есть задел на это королева педакли она всегда приумножает приумножает то что уже есть в четверке жезлов но вот с чем связана хитрость чем связан обман по семерке мечей с королевы жезлов что вы уже достигли какого-то успеха до либо вы не можете достигнуть этого успеха помните да у вас здесь вот этот урок все-таки сбалансировать вот это вот принять две силы внутри вас здесь если какие-то трудности сложности будут финанс в профессиональной сферы то это лишь только тогда когда вы либо не верите в то что вы сможете достичь какого-то успеха либо наоборот противоположность я уже успешный человек у меня уже все хорошо да то есть здесь летом вам как будто бы нужно быть в балансе да вот как-то понять этот баланс но здесь вот приумножение того что уже есть не мне нравится профессиональная сфера то есть если с финансами здесь как-то более так спокойно да я больше задумываюсь я больше размышляю то в профессиональной сфере здесь вам будет нравиться по крайней мере либо кто-то знаете будет работать из дома до такой вариант тоже может быть и достаточно успешно до либо работа над домом тоже либо работа с домом либо кто-то что-то строить здесь тоже будет знаете где-то вот я говорю страшно будет страшно будет как-то реализовывать свои мечты в плане профессиональной но у вас должно получиться понимаете здесь вопрос в том что вы не верите не то что есть какие-то негативные предпосылки вот а скорее всего просто вы в это не очень-то верить вот какая-то тревожность не нужно по поводу того что может быть я и не найдут те кто ищет например работа что я не найду работу работу своей мечты то что хочу вот здесь просто какие-то ненужные страхи и сомнения что будет по поводу личной жизни до общую энергию смотрю ну вот здесь десятка жезлов и луна и рыцарь мечей ну вот личной жизни здесь как-то не очень-то радостно да то есть самое радостное это вот профессиональная сфера потом более спокойно это финансов от личной жизни здесь будет какие-то обязательства да и как-то трудно что-то трудное непонятное если какая-то непонятная ситуация в личной жизни она будет продолжаться знаете когда не какие-то недосказанности обманы непонятные моменты темные да они как раз таки будут вызывать конфликт здесь ссоры мне это 40 конфликты недопонимание как-то знаете полу слова да вот что-то что-то я не понимаю либо вы не понимаете человека с которым вы взаимодействуете либо что-то скрывается либо что-то не договаривается либо где-то умалчивается да но здесь вот какие-то конфликты и вот это вот вся ситуация она как-то ну сложная если нету отношений на то что будет смотрите здесь вам дается шанс да дается ту спиндакли шанс на новые отношения но выпадает дьявол и отшельник да здесь вы как будто бы ну не знаю может быть из-за страха может быть из-за неуверенности может быть уже привыкли жить как-то в одиночку вы можете не не взять этот шанс а может быть ваш прошлое какой-то опыт то есть здесь дьявол говорит про отшельника про то что я не очень-то хочу да я и закрываюсь той шанс есть но я как будто бы закрываюсь от отношения либо вам говорят наоборот надо рекомендую до закрываетесь от отношений которые проходят по дьяволу да вы у вас опыт уже есть вы знаете что это такое то есть будьте внимательны на здесь вот такое ну и последняя сфера сфера здоровья что нам скажет сфера здоровья но десятка пиндаклей десятка пиндаклей и восьмерка чем смотрите в принципе со здоровьем здесь все хорошо да по десятке пиндаклей но вот восьмерка мечей может говорить нам о головных каких-то болях до либо на такое ощущение что как-то вы знаете сухожилия обращайте внимание к почему-то на сухожилия на то что связывает какие-то связки невозможность двигаться вперед опорно-двигательный аппарат но вот здесь как будто бы просто какая-то закостенелась немножечко гибкости не будет хватать вот именно сухожилием уж потянули может быть как-то вот знаете выявив ногу подвернули вот что-то такое да там где есть сухожилия там где крепится одна часть тела с другой вот это может и либо головные боли тоже до головные боли потому что кого-то горло то знаете как иногда либо простыл либо много говоришь и горло либо наоборот не можешь высказать то что ты хочешь да то есть вот связки например голосовые да если вы особенно артист либо там поете умеете ввиду да прогреваете всегда голосовые связки здесь вот как будто бы с этим тоже может что такое быть ну и так вот в принципе все что связано с головой вот такая у меня была позиция номер два дочки ну мне кажется хорошо хорошо меня это радует не то что июнь да то что я в принципе говорила и по первой позиции вот так это значит вторая позиция и мы с вами переходим к позиции номер три и зелененькую камешку так посмотрим троечки что у нас тут с вами энергию общую энергию лето взяла колоду таро шаманов энергия лето троечки пятерка бубнов знаете говорит об утрате неоднократно вы проходите этот урок утраты чего-то такого ценного важного но плюс здесь в чем будет в том что это приведет вас как раз таки к восьмерке костей к вашему росту вашим вашему движению то здесь такое ощущение что знаете когда поднимаешься на воздушном шаре ну по крайней мере мое восприятие такое чтобы набрать высоту и сбрасываю до условно говоря мешки из корзины до чтобы корзина стала более легкая и поднялась наверх вот здесь вот примерно такой образ то есть утрата чего-то к чему вы привязывались по пятерке педакли либо продолжаете а а причем знаете здесь как будто бы вот такое ощущение полный какой-то утратой когда что-то происходит жизнь и мы мне и мы говорим а мне больше уже терять ничего да то есть вот все что все что важно и ценно можно было потерять я уже потерял поэтому я иду вперед у меня другого пути нет вот здесь что-то такое то что вы утратите это однозначно что-то ценное что-то важное для вас но она станет каким-то толчком очень быстрым скоростным развитием вашей жизни почему смотрите вот может быть наглядно я вам так покажу вы поймете вот если смотреть на эту карту видим здесь человека который вместе со своим демоном ангелом-хранителем да они падают вниз его духе над ними насмехаются то есть смысл аркана что здесь потеряешь абсолютно все как деньги так свои навыки умения абсолютно все человек теряет но в тот момент когда он теряет и падает вниз когда происходит какое-то вот обесценивание когда забирают то что к чему человек был привязан именно в этот момент у вас появляется вот эта карта восьмерка костей то есть одна идет вниз а другая вот прям смотрите человека поднимает наверх способствует ему рост то есть такое ощущение без какой-то утраты вы не сможете дальше двигаться вперед причем мне так кажется что где-то знаете вот утрата будет в первой половине но может быть где-то до числа 10 12 июня что-то будет происходить а вот вторая половина лет она как будто бы знаете вот будет способствовать вашему очень быстрому здесь скоростной очень быстрому как-то вот подъем вы здесь не то чтобы откажетесь ну то есть то что от вас уйдет вот эти вот мешки из корзины они будут способствовать одновременно здесь знаете теряете и сразу это вот вас выбрасывает например если вы там не знаю в одежде там зимой в пальто в шубе все такое падаете в прорубь воду да это тянет вас на дно и как только вы раздеваетесь условно говоря сбрасываете там сапоги и шума под водой вы автоматически всплывается более легче на поверхность вы здесь что-то такое то есть энергия такая когда я что-то теряю от чего-то избавляюсь причем вы это делаете не сами а вот какая-то ситуация вынужденная такая будет что вы сбросите все что вам уже не нужно с точки зрения высших сил и потому что вы не видите что вам это не нужно и это будет способствовать вашему дальнейшему росту что вы здесь теряете теряете императрицу как ни странно как ни странно императрицу что здесь императрица почему вы ее теряете здесь скорее всего какой-то статус смотрите здесь теряете императрицу и умеренность то есть теряете прежде что такие красивые карты теряете какой-то вот какой-то знаете спокойствие внутреннее и уверенность вот того что вы как будто бы были уверены какая-то вот ваша правота вы как будто бы сто процентов были уверены в этом я не знаю с чем это связано это все будет утрачено она его место придет придут какие-то изменения по колесо фортуны и придет император то есть смотрите как интересные карты говорят что вы утратите да вы утрачиваете это что императрицу и аркан умеренности здесь умеренность девушка прекрасная красивая сидит воде примут очень красивый карт не знаю сколько вам близко видно вот это вы знаете комфорт стабильность когда вот мне прям нравится это да как в закузе сидишь расслабился все эти пузырьки вокруг тебя так хорошо тело наслаждается ты получаешь кайф удовольствие то есть вот этого скорее всего какая это уверенность размеренность вашей жизни да вот комфорт как какое-то удобство вы его утрачиваете вот на его место приходит колесо фортуны император то есть вы утрачиваете императрицу а приходит на его место император то есть что-то такое более значимое более важное более стабильное по сравнению с императрицей не менее не менее значимое наоборот более значимое и вот именно колесо фортуны какие-то перемены хорошо эти перемены они краски поспособствует вашему дальнейшему развитию движению куда-то вверх по спирали такие вот у нас здесь будет энергии летом хорошо что хорошего принесет вам лето пятерка кристаллов королева пендакли хочется сказать как-то разморозится ваше сердце вы как будто бы начнете заботиться больше о себе причем позаботиться не из-за какого-то там я не знаю эгоизма либо жесткости либо как-то жалости ну вот у вас были такие какие-то агрессивные моменты как-то знаете более тепло что ли будете относиться к самим себе вот в своей теплотой своей заботой свое внимание вы как будто бы растопить свое больное сердце почему больное потому что она была заполнена какими-то обидами прошлого и вот здесь вы хорошие вы как будто бы услышите себя вот если вы долгое время я говорила так по какие-то ваши таланты не слышали свою интуицию как-то знаете затыкали и рот такое ощущение какой-то молчит да не говори как-то вот как текст так с собой относились вот здесь как будто бы вы впервые услышите свой внутренний голос может быть это и поспособствует это вот тому росту которым я говорю да здесь вы ощущение что вы услышите себя вот может быть даже как-то удивитесь как в роликах бывает иногда в интернете показывают маленького ребенка которому впервые одели наушник да и он слышал звуки он удивился от этого здесь какое-то такое вот у меня идет ощущение наш мурашки по коже я впервые услышал себя и меня это настолько удивило что оказывается я я могу слышать себя оказывается у меня есть какой-то вот внутренний голос что-то здесь такое внутри себя вы откроете чему вы удивитесь но это открытие будет следствием ваших каких-то действий заботы внимание о себе если кто-то здесь практикует здесь какие-то вот практики будут связаны знаете с духами предков не знаю какой-то вот может быть контакт наладить и может быть вот канал какой-то здесь внутренний голос что-то с этим будет связано здесь будет разрушение разрушение вот то чего вы боялись раньше да вы как будто бы ваш страх я что я один что мне никто не поможет а как-то вот ощущение того что здесь вы получите помощь если опять-таки да кто-то практикует либо в это верит я не знаю смотрите по-разному помощь от своих каких-то предков духов предков и вот это вот ощущение что я один да она уйдет вы почувствуете что вы не один вы не одна может быть прямом смысле знаете как-то семья вам полу поможет впервые вы будете удивлены что у меня есть поддержка от семьи то есть они могут как-то этого тоже неожиданно произойдет это будет хорошие момент этого лета на что вам нужно будет обратить внимание ну как предостережение что ли не старайтесь удержать то что уже отжила себя не старайтесь склеить то зеркало которая разбилась и даже ваза да как бы хорошо вы ее не склеили все равно она не будет уже целостной будет какие-то частички здесь вы как будто бы знаете смотрите в прошлое и стараетесь как-то это прошлое склеить вот это вот как раз ки связано с вашим сердцем до холодным замерзшим разбитым здесь не старайтесь он хочет сказать просто отпустите прошлое все как-то с кем-то помириться из прошлого то есть но не нужно держаться за то что было в прошлом вот просто отпускайте прошлое так как она есть и все не надо надеяться на то что что-то изменится да то есть вот отпустите хочется сказать отпустите прошлое то за что вы держитесь причем на это как интересно если вы не отпустите да то все равно как-то вот вселенная будет вмешиваться и все равно у вас это утрата будет поэтому неоднократно говорю тройкам либо добровольно либо принудительно но это все равно произойдет не надо надеяться на то что что-то изменится то есть если какая-то ситуация в прошлое было какой-то раскол какая-то 40 просто отпустите не надо стараться как-то может быть мы сможем помириться может быть это как-то наладится даже если человек ушел и будет какой-то вот такой например ощущение а вдруг он изменился да как ты вот принять просто помните почему он ушел да если расстались просто помните почему вы расстались не потому что в надежде на то что что-то может измениться а что послужило причиной до вашего раскола вашего какого-то расставания либо непринятия себя то есть вот здесь хочешь сказать отпускайте вот все это отпускаете какие сценарии вы будете прорабатывать летом сценария завершения аркан мира да что все уже завершился как под у двоечек у двоечек то что кто у меня выбирать двойки тройки вот последнее время до туда-сюда маятника здесь вот все равно завершение она какое-то происходит аркан завершения соединения соединение знаете двух ваших частей причем та который я говорила в неоднократно да прям воинственная такая другая когда я получаю вот внутреннее удовлетворение состояние от зена спокойствие вот как будто бы здесь придет полное слияние соединения и у меня такое ощущение что как только вы себя прошлого отпустите даже это не по отношению к другому человеку а себя прошлого здесь может быть вы не можете как-то себя простить тоже за что-то вот отпустите себя прошлого и вы сможете соединить эти две силы одна такая знаете активная воинственная марсианская а другая как будто бы энергия нептун водная нептуна водная какая-то такая знаете интуиция чувственность доброта мягкость вот эти вот энергии две они как-то соединятся вот вы будете работать над этим я неоднократно говорю про баланс и где-то по моему про карму когда был расклад я тройкам говорила что это вот как будто бы ваш урок и на всю жизнь это не разовый каждый раз вы его будете по-новому проигрывать каждый раз когда у вас будет ощущение что все я его уже изучила я его отработала каждый раз вы как-то вот по-новому будете открывать то что вы уже проработали хорошо смотрим что вас будет ожидать профессиональной сферы что у вас будет профессиональной сфере семерка педаклей только кристаллов десятка луков и смотрите здесь будут рушатся какие-то знаете ваше понимание авторитетов какие-то ваши идеи ваши убеждения по поводу взаимодействия коммуникации например то что невозможно раньше как будто бы вы не верили в это ну то есть я не смогу например суп партнериться с этим человеком любая не смогу продавать свои товары там не знаю за границей где-то то есть там где раньше отсутствовала коммуникация в силу вашего какого-то мировоззрения здесь были какие-то убеждения ограничивающие вытащение того что вы что-то узнаете в себе вот опять таки вот общая энергия лета то что я говорил не ночью влияет на все ваши сферы вот понимание до себя какая-то утрата здесь вот эта вот утрата она будет связана с тем во что вы верили те люди которые были допустим для вас авторитеты вы что-то о них узнаете они перестанут быть для вас авторитетами и вот как будто бы знаете здесь ваша картинка она так рушится и вы понимаете что окей если вот это что было для меня там большой величины какой-то там гуру учитель и он совершил ошибки тогда вопрос почему я не могу совершать то есть как будто бы знаете что-то произойдет и принесет какое-то вам облегчение и это облегчение а либо знаете как того долгое время что-то ждали ожидали что что-то произойдет и не было никакого контакта то здесь вот как будто бы какие-то изменения именно вашей голове ваших взглядах мировоззренческие какие-то ваши взгляды они настолько изменятся что у вас откроется глаза и вы увидите что то что вы считали ранее невозможно то что у вас не стыковалось а вдруг неожиданно для вас это станет как будто бы доступным ну я не знаю например раньше вы не могли как-то вот общаться например с людьми другой культуры в силу того что он я например не знаю иностранный язык до той страны и это для вас было каким-то ограничивающим моментом а тут что-то такое произойдет и вы поймете что ну не знаю я язык ничего страшного я на руках объясню и все же получается и вы увидите что это да это действительно так что единственное что вас останавливало это то что было в вашем голове ваше представление о ком-то либо чем-то но она была настолько идеализированным и не соответствует как-то реальности знаете такое ощущение как это выражение богатые тоже плачу да они богатые либо и богатые тоже вы умирают как ни странно и вот какое-то вот такое у вас будет понимание что изменит ваш взгляд и вот эти вот изменения они автоматически разрешат вам сделать то что ранее вы себе как будто бы не разрешали в профессиональной сфере что у вас будет с финансами смотрите предпосылки к финансам очень хорошие потому что здесь выпадает как в классике король педакли карта такая достаточно финансовая да здесь буйвол изображен такой и либо бизон либо буйвол ну в общем очень мощное животное финансовый да непосредственно связанное с деньгами но меня смущает восьмерка луков здесь потому что идет изображение здесь как человека который утратил свою душу но напоследок он успел попросить помощи и дух либо как мы говорим ангел-хранитель до пришел и спас его в последний момент его душу то есть он кому-то по пошел не тем путем но последний момент пришла подмога пришла какая-то помощь и вот это вот помощь она связана с силой то есть здесь ощущение того что как будто бы вы в какой-то момент как будто у вас руки от от опустятся и вы скажете все я иду не тем путем да не то я делаю мне это не нравится тоже не то что не нравится я уже знаете как бы все попробовал и с тот момент когда вы сдадитесь что нет но здесь вот как будто бы просите помощи у кого-то вот это вот подмога которая придет она принесет вам уверенности в себе придаст какие-то силы и вы сможете получить то что ну вот те финансы которые вам необходимы то здесь какая-то такая ситуация кто вам поможет в этом смотрите здесь как будто бы с одной стороны какое-то примирение будет с кем-то и это поспособствует дальнейшему движения может быть вы были с кем-то в паре в партнерстве и какой-то вот конфликт сейчас какую-то историю мне показывает час я попробую уловить здесь вот кому-то бы примирение способствует поставленной новой какой-то цели либо внутри себя как-то вот вы знаете их сомневались надо не надо и вы как будто бы сможете примирить вот я говорю вот здесь вот этот урок до примирения двух противоположностей он продолжается и финансовой стороне ты знаете например как как примирить там духовное материальное к примеру да здесь вот как будто бы вы найдете решение и вот это вот примирение внутренние она даст вам толчок вот пока вы ищете как это примирить вы как будто бы ну идете не своим путем а как только внутри себя найдете какое-то примирение либо внешне да с кем-то с каким-то человеком либо с какой-то ситуации смиритесь вот здесь вот это даст вам как-то толчок в достижение в тех финансов которые вы хотите у либо в умение зарабатывать денег как-то здесь я не совсем понятно говорю но ваша ситуация вам она будет более понятнее когда примеряешь ее на себя на себя на себя хорошо что будет в личной жизни смотрим что у вас будет в личной жизни летом какие-то уроки здесь в личной жизни будете проходить на все все будет хорошо смотрите здесь как будто бы вы проходите духовный урок связанный с тем что вы разносторонне рассматриваете тему взаимоотношений знаете как будто бы пробуете себя ну например там подходит ли мне свободные отношения не подходит ли мне семейные отношения там например нет просто встречаться тоже вроде меня нет здесь вот как будто вы знаете каждый этап вашей личной жизни он вас чему-то обучают то есть примеряя это как как туфелька некая до одевая нет не мой номер а померила не чуть большой нет это жмут а у этого высокий каблук а у этого неудобная колодка здесь вот такой до тех пор пока не найдете свою туфельку и здесь личная жизнь она будет такая то есть вы как будто бы будете пробовать да здесь это связано с выбором и вам нужно выбрать то что будет подходить вам то что будет комфортного и вот в этом есть какой-то ваш урок то есть не идти согласно системы вот как выстраиваются взаимоотношения а найти как-то вот свое что-то свое там я не знаю например свой формат отношений либо свой формат взаимодействия с противоположным полом либо свой формат как-то коммуникации либо дальнейшего взаимодействия с человеком но здесь вы должны опираться на себя со мной стороны на себя то что вы хотите да то здесь как будто вы знаете вы через отношения вы еще понимаете себя каким-то образом то есть тем этапы которые вы проходите вот те туфельки которые вы примеряете каждая примерка она вам как-то дает понимание себя и поэтому здесь в личной жизни у вас идут какие-то уроки здесь вообще не важно в отношении к вас состоите свободно или как здесь суть заключается в том что через взаимодействие с противоположным полом и поиском того что ваше что ваше а что не ваше помните я говорила ранее у вас вот этот внутренний голос появится до который с которым вы сможете взаимодействовать так вот здесь в личных отношений этот голос он вам будет говорить вот это мое а это не мое это надо а это не надо но вы это будете понимать не изначально зная а именно методом знаете как то вот проб и ошибок и казалось бы зачем не совершать столько много ошибок а вам вот это нужно потому что через эти ошибки в кавычках да вы понимаете что есть не ваши то есть вы не то чай который идет и говорит вот вот я знаю что я хочу и вот это мое я иду и беру нет вы понимаете моё через отрицание через то что не ваша то есть вы не говорите например я хочу красное яблоко идете сразу берете красное яблоко нет вы говорите я хочу яблоко но я не знаю какой мне надо попробовать и красные желтые и зеленые а потом я понимаю что мне вообще антоновка нравится да то есть после это я это будет а когда я попробовал я знал что я хочу яблоко никакое я конкретно не знал здесь вот что-то такое вы будете победителем да то есть вы выйдете из этих уроков до в летом через здесь поиск себя это ваш духовный урок вы должны найти себя через взаимодействие с противоположным полом вот в этом урок не в том чтобы вы нашли именно человека а в самом поиске есть этот смысл вы выйдете победителем спрашиваю чем будет выражаться ваша победа в том что вот эти вот ваши разочарования до прошлом что что-то не но я не могу найти человека мне не получалось там да либо какие-то вот все время огорчения расстройства даже если вы в браке по восьмерке кристаллов да вот какая-то утрата это все способствует изменению вашей души то есть вам это надо не переживайте что вы даете вот если люди например встречается один раз да и вот всю жизнь они идут вместе потому что ну вот как-то нашли за и и тогда смотришь и завидно на что и я так хотел бы чтобы найти своего человека и вот прям идти по жизни с ним а есть люди которые вот и с одним поживут и с другим и здесь по встречается и здесь по встречается кто-то может смотреть на них со стороны горшок таки никакой неугомонной дали бы неугомонной уже это не может найти своего человека но не лежит душа да то есть не нашел я своего этом нет ничего плохого потому что здесь ощущение того что вам не результат нужен а процесс нас через это ваша душа как-то познает себя и здесь у нас конечном итоге победа то с чем связано что у вас появится какая-то цель именно знаете наслаждаться то есть отношения это не как сама цель до создания там брака либо создания семьи либо рождения детей это не конечно а сам процесс что вот я с кем-то меня это обогащает меня это удовлетворяет я получаю удовольствие от того что я недавно ролике как это видео посмотрел да где девушка одна говорила что мне очень нравится состояние влюбленности то есть не сама любовь не сам человек а именно состояние влюбленности потому что это прекрасно когда ты видишь звучишь на высоких вибрациях ты видишь красоту этого мира это настолько позитивно настолько ресурсное состояние что я хочу быть все время в этом состоянии и здесь вопрос не в человеке который дарит эту влюбленность об самом состоянии от которого мы получаем удовольствие и вот здесь для вас это станет как целью то есть не создание отношений и нахождение в отношениях или там счастье либо еще что-то а именно то каким я нахожусь когда я имею те или иные отношения либо стремлюсь к ним вот ваше внутреннее да по девятки педагли вот это вот состояние наслаждение удовольствие я кайфую от самого себя вот вот в этом смысл вот к этому вы придете не зря я говорила то что вы познаете себя что у вас будет по здоровью летом но узнаете мне такое ощущение что вот вы больше внимания просто будете уделять работе до здесь я не могу сказать что есть какие-то проблемы со здоровьем конечно же для всех сказать невозможно да это не прогностика я бы сказал обращать внимание немножко на температуру и все что связано солнцем то есть не обжигатель там здесь вот какие-то вот ожоги у меня идут где-то обгорел чем но может быть это даже и в конфликте да то есть поссорились и температура поднялась и голова голова как-то начала болеть вот здесь что-то такое может быть и хочется сказать как-то вот кровь на микробы что ли как-то вот с кровью что-то может быть связано какие-то микробы коми температура идет ну ладно неважно а так принципе ожоги вот такая вот у меня была третья позиция но мне кажется что сегодня я так переживала так чувствительно отнеслась к прошлому раскладу как я говорила по предыдущим позиции что-то мне не понравился июнь по первым тогда двум позиции как-то я немножечко расстроилась все-таки я не люблю говорить негативные вещи в силу своего характера позитивный человек который все время мыслят как-то достаточно позитивный вдруг как-то что негативно виду его и мне не нравится но ничего же не предупредили ну да будущее она пластичная тем более это общий расклад все можно изменить хотя и в негативе тоже можно увидеть позитив по крайней мере я во всем его увижу ну вот и вам того же желая но сегодня мне кажется получился такой достаточно хороший позитивный расклад вот я с вами прощаюсь до следующего расклада не забывайте у нас значит эфир четверг будет готовьте свои вопросы если останется какие-то вопросы сегодняшнего расклада вот сможете в эфире задать я как собаки линяю не знаю как вы волосы падают вот общаюсь со всеми всем наилучшего настроения которое может быть побольше улыбок объятий всего самого наилучшего всем пока пока